всем привет сегодняшнее мое видео будет посвящено достаточно уникальному и наверное самому мощному пневматическому пистолету 4.5 на co2 с blowback от компании глетчер это пистолет апс пистолет стечкина у меня уже об этом пистолете были видео но с того момента прошло очень много времени их уже мной сделано очень много на заказ то есть я делаю их внешний тюнинг внутренний появилось много новой информации которую бы я хотел рассказать поэтому решил снять свежее видео прежде чем начать я бы хотел напомнить что я в принципе занимаюсь тюнингом внешним и внутренним страйкбольных приводов страйкбольных пистолетов пневматических пистолетов внешним тюнингом внутренним внешне у нас направлен на улучшение соответственно внешнего вида и получения аутентичной внешки внутренней на улучшения тех или иных характеристик. Занимаюсь покраской, полировкой, покраской ММГ и СХП. Посмотреть готовые работы можно у меня на страничке в магазине, ссылочка в описании под видео. Заказать тюнинг ваших девайсов можно в телеграме или в ВК, ссылочки также в описании под видео. Ну, давайте вернемся к герою нашего сегодняшнего обзора. Как я и сказал, это у нас пистолет Стечкина от компании Glitcher. В чем его уникальность? Ну, первое, наверное, потому что у нас АПС больше никто не делает ни в страйкбольном, ни в пневматическом варианте. Ну и второе, это, наверное, с Blueback самый мощный пневматический пистолет. Он способен выдавать скорость от 140 до 150 метров в секунду, что примерно около 4 джоулей. Хотя по паспорту он сертифицирован как пистолет до 3 джоулей. Так что продается он свободно лицам с 18 лет. Итак, давайте обо всем по порядку. Сначала о внешке. Из коробки он выглядит, конечно, достаточно похабно, то есть имеет такое серую порошковое покрытие, надписи от компании Glitcher. То есть аутентичности, конечно, ноль. Накладки такого некрасивого, светло-коричневого, палевного, явно пластикового цвета. То есть по внешке, когда его берешь в руки из коробки, думаешь, ну, по-моему, это какая-то хрень. Поэтому, собственно говоря, у меня его частенько и заказывают. То есть первое, на что направлен у меня тюнинг, это приведение его внешки в порядок. Он у меня покрашен черной глянцевой оружейной износостойкой краской Tantal. Сделаны аутентичные гравировочки. И накладочки у меня замарены, залакированы тоже под такой аутентичный темно-коричневый вид. При желании можно сюда пристроить накладки от боевого пистолета. Но это не дешево, потому что работы по ним достаточно много. Там внутри приходится много дорабатывать, выпиливать, придумывать крепление. Потому что накладка у нас односъемная, и под нее ставится баллон. То есть в боевой накладке надо делать весь этот крепеж, чтобы ее можно было снимать и устанавливать обратно. В принципе, неплохо и смотрятся доделанные родные накладки. Теперь давайте по его характеристикам и конструктивным особенностям. Главное, конечно, его достоинство то, что это у нас АПС и то, что он мощный. Но за счет мощности в некоторых параметрах он уступает другим пистолетам. То есть точность у него, ну так скажем, выше средней. То есть в нем отсутствует какая-либо закрутка шарика. В некоторых моделях у нас сохранена резиночка, которая подкручивает шарик так же, как на строебольном. Все модели, конечно, гораздо точнее. Но не сказать, что он прям кривой. То есть вот выстрелили, никуда не попали. Нет. То есть в 10 метров можно спокойно попасть в такую мишеньку. Единственное, там параметр кучности. То есть когда мы делаем серию выстрелов, конечно, он будет хуже, чем у аналогичного пистолета с подкруткой шара. Но не то, что вы выстрелили, там и разброс пошел полметра. Нет, этот разброс, он буквально там может быть там в пределах 5-7 сантиметров. То есть стрелять из него точно можно. Ну, опять же, все в сравнении с другими моделями. Потому что есть пистолеты, которые стреляют и гораздо кривее. При его мощности, его в этом достоинстве главном, в принципе, все вполне адекватно. Увы, к сожалению, других моделей нет. Также из коробки на нем отсутствует блулбэк. То есть его надо возвращать, надо на место ставить голову поршня. И тогда пистолет приобретают функцию блулбэка, то бишь подвижного при стрельбе затвора и постановки по окончанию шаров на затворную задержку. Меня часто спрашивают, почему Gletcher не делают сразу блулбэк. Не знаю, раньше они делали, потом в какой-то момент они у всех пистолетов у своих перестали. Вот именно своих, не те, которые делают реплики стройбольных формате 4 и 5, а то, что у них свои разработки, они везде блулбэк убрали. Есть такой миф, что первые модели были хрупкие, у них ломались затворы. Не знаю, у меня, честно, за всю историю, вот у меня сделано вот этих АПСов, люди пользуются уже не один год, чтобы у кого-то лопнул именно затвор. Ну, ни разу не было, потому что в интернете много баяк о том, что кто-то пишет, там, лопнул в 6 местах. Я не знаю, что нужно сделать с пистолетом с этим, чтобы у него лопнул затвор. То есть я с такими ситуациями не встречался. Бывают разные поломки, там, из-за естественного износа. Все они на нем, кстати, легко устранимы, но чтобы прямо так глобально он сломался наглухо, я ни одного такого пистолета не видел. Значит, по поводу конструктивных особенностей. Чем мы жертвуем ради мощности? Первое, это не полноразмерный магазин, то есть баллон у нас находится в рукояти. Ну, в принципе, когда он у нас вставлен, это нас особо не парит, внешний вид он не теряет. Второе, это, конечно, то, что баллон находится внутри, у нас есть ряд некоторых сложностей, которые, в принципе, тоже, если привыкнуть, не доставляют никаких неудобств. То есть какое первое неудобство? Когда у нас был в магазине, мы достали магазин, можем в холостую выстрелить, все хорошо, у нас не произойдет выстрел. А здесь хоть есть магазин, хоть нету, у нас пистолет будет стрелять. И, соответственно, при блоубеке у нас выстрел будет заканчиваться заведенным курком. И вот люди иногда не знают, как сделать так, чтобы курок не был заведен, пружина не оставалась в заведенном состоянии. Нам надо вот так курок удержать, нажать на спуск и вернуть его в исходное состояние. При этом выстрела не произойдет. И все. Дальше пистолет будет храниться не разведенным курком. Ну и также напомню правила эксплуатации, CO2, многие не знают. Баллон рекомендуется держать в пистолете не более четырех часов. То есть если вы вставили баллончик, то его надо дострелять. Тут опять определенная сложность. То есть многие не знают, там сделали 20 выстрелов, им надоело, хотят закончить, вынуть баллон. Начинают выкручивать, происходит пшик холодным газом в резинку, износ, поломки и так далее. Опять же, так делать не нужно. Здесь принцип тот же. Мы взводим курок, нажимаем спуск, доводим его до конца и прожимаем пальцем курок, так, с достаточно большим усилием, вперед. И тогда у нас газ начнет стравливаться через ствол. Вот так стравливаем весь газ, а потом уже выкручиваем баллон. Вот это будет правильная его эксплуатация без ущерба уплотнителям. Ну и еще один момент. Чем здесь пожертвован ради скорости? Как все уморексы, как все глетчеры собственные их модели, он имеет не полноценный подзатвор. То есть он у него примерно на смотреть меньше, чем должен быть. Здесь blowback есть, он мощный, он ощущается, он в руке дергается, стреляет вообще отлично, приятно. Но, тем не менее, сам факт, что затвор делает не полный ход. Но это у всех, еще раз повторюсь, без исключения на всех моделях Humorex с blowback сделано так, и на собственных моделях от глетчера. Ну и еще одна конструктивная особенность, опять же, у всех без исключения пистолетов Humorex и пистолетов Gletcher, которые они делают сами, это у нас досыл шарика происходит в момент нажатия на спуск. То есть, когда мы прожимаем, допустим, вот заведенный скорб, мы прожимаем, в это время у нас с магазина досылается шар. Если мы выстрел не довели до конца, сделали вот так несколько раз, у нас выстрелит сразу 2-3 шара, что весьма вредно для пистолета. Ну и, собственно говоря, ни о какой точности и скорости речи не пойдет. То есть, если вы решили из него стрелять, то продавливаете спуск до конца и стреляете. Не нужно делать вот этих неуверенных движений, потому что это приведет обязательно к поломке. По ремонту пригодности. Все запчасти и рекомплекты к нему продаются, ремонтируется в нем все легко, легко и просто. То есть, какие у него главные поломки бывают? Опять же, все в основном связано с неправильной эксплуатацией. Это выход из строя резинки под баллоном. Ее, чтобы заменить, требуется полная разборка пистолета, но в этом ничего сложного нет, гайды все есть. Чтобы заменить резинку клапана, это все очень просто. Делаем неполную разборку, как у боевого. Удерживаем скобу, снимаем затвор. Здесь у нас пружина. И вот эта вот часть у нас откручивается. Здесь даже есть такие полости под отвертку. И здесь стоит тоненькое уплотнительное колечко. Все это продается и доступно. Сборка также элементарна. То есть, обратно поставили затвор. Все, пистолет собран. Часто тоже спрашивают, никакой речи здесь об автоматической стрельбе и не идет. Хотя, вроде есть пометка, но переключатель сюда не переключается. И не смотрите видео, где вам показывают, что есть автоогонь, там к нему делают. Это вранье. Сделать его здесь невозможно конструктивно. Сейчас объясню почему. То есть, вот это именно связано с тем, что шар у нас досылается при нажатии на спуск. То есть, когда у нас пистолет сделан конструктивно по-другому, когда шар после хода затвора засылается в патронник, там может быть автоогонь. А здесь, без нажатия на спуск, у нас не будет досыла шара. То есть, можно, в принципе, здесь доработать отсекатель, разобщитель, и он будет стрелять автоогнем. Мы нажмем на спуск, затвор будет долбить туда-сюда, но выстрел это происходить не будет. То есть, шар лететь не будет. Поэтому конструктивно здесь невозможно реализовать автоматический огонь. По достоинствам. Достаточно мощный, то есть, как я и сказал, наверное, самый мощный пистолет с блоубэком. Неплохая точность для такой конструкции. Ну и, собственно говоря, реплика пистолета АПС единственная в своем роде. При доработках внешки и внутрянки становится внешне очень похож на боевой и достаточно вполне работоспособен на протяжении длительного времени. Многие спрашивают, что такое 140-150 метров в секунду, сколько это и на что этого хватает. То есть, например, наш шарик 4.5, вот этот стальной, разбивать бутылку способен там даже при 70 метрах в секунду. Опять же, почему? Он даже ее не разбивает, он ее пробивает. То есть, он маленький, 0.35 грамма, у него достаточно сильная пробивная способность, и он любую стеклянную бутылочку может делать в ней там дырку или разбить, то есть, все зависит от того, под каким углом выстрелить. Так вот, на уже 140-150 метрах этот пистолет способен продырявить консервную банку. Поэтому 140-150 метров эта мощность уже достаточно для пистолета ощутимая. И чтобы было понимание, если метры секунды перевести в джоули, то есть, например, 100 метров в секунду, это у нас порядка где-то двух джоулей, а 140-145 метров в секунду, это у нас уже 4 джоуля. То есть, это у нас считается непропорционально. Если интересно, в интернете полно калькуляторов, можете забить значение и посмотреть, как они меняются, соответственно, когда вы вводите разные цифры. Еще раз напомню, что по ремонтопригодности он тоже вполне адекватен, ремкомплекты продаются, все резиночки к нему можно купить, с этим проблем никаких нет, стоят они достаточно дешево. Одним, наверное, из недостатков еще является то, что они теперь редко появляются в продаже. Компания Gletcher к нам их возит неохотно, но не то, что они совсем пропали, периодически их можно найти и приобрести. Если хотите приобретать уже готовый протюнинг, пожалуйста, у меня он выставлен в магазине на сайте, ссылочка в описании под видео. Если хотите протюнить ваш девайс, также можете обращаться, сделаю тот или иной тюнинг. На этом, наверное, мне добавить по нему больше нечего. Всем спасибо за просмотр, смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь!